Спасти четырех пациентов за 8,5 минут. В Амурской медакадемии стартовала командная олимпиада по практическим навыкам среди студентов. Впервые в ней принимают участие будущие врачи из профильных вузов Хабаровского и Забайкальского краев. Как ребята борются за звание профессионалов, увидела Светлана Дешёва. Помогите, расскажите, пожалуйста, что с ним? Что с ним? Коля, Коля, что с ним? Мольбы и стоны сразу троих больных, слезы их родственников. Задача медиков во всем этом хаосе – быстро определить очередность оказания помощи. В такой ситуации командный дух важен не менее профессиональных навыков. Если у коллег случай более сложный, нужно подсобить, причем не в ущерб своему пациенту. Это приемное отделение. Здравствуйте. Вы видите меня, пожалуйста. Присаживайтесь. Лучше. Что с этим случилось? Окровавленный мужчина, травмированный сосулькой, появляется совершенно неожиданно для студентов, но впадать в ступор некогда. Установленные правилами Олимпиады на этот конкурс 8,5 минут истекают. Так бывает, что когда вроде бы мобилизовали ресурсы, и все происходит очень вроде бы и хорошо, поступает пациент. Каким образом поступить? Оставить тяжело больного пациента без мониторирования, либо оказать ему помощь? Здесь команда должна решить. Это точно один из этапов мобилизации ресурсов. Что успели, а что получилось не очень. Команда после первого этапа обсуждает в соседнем кабинете, а в приемном покое ее сменяют медики из другого вуза. Мы для этого на Олимпиаде и учимся, смотрим, чтобы какие-то свои ошибки рассматривать и в дальнейшем их нивелировать при общении именно с пациентами, а также в приемном покое. С амурскими будущими врачами соревнуются коллеги из Хабаровской и Читы. Победителей жюри определит как в командном, так и в личном зачетах. Впереди еще диагностические этапы и медицинское волонтерство. Они выбирают какую-то тему, которую будут освещать для студентов. Либо это оказание неотложной помощи, профилактика каких-то заболеваний, здоровый образ жизни и так далее. Возьмут оборудование необходимое и будут проводить мастер-классы со студентами БГПУ. Они будут уже путем открытого голосования выдавать место за этот конкурс, так сказать, в первое, второе, третье место. Педагоги Амурской медакадемии, конечно, делают ставку на своих ребят. Тем более, что опыт участия в подобных конкурсах у них весомый. Все желающие, которые проявляют инициативу и хотят заниматься, они участвуют в Олимпиаде. И тем самым это и подготовка к первичной аккредитации, которая у нас после шестого курса. Ну и вообще симуляции очень полезны в дальнейшей работе врача. Мы изначально собраны и мы в какой-то экстренной ситуации, которая произойдет в реальной жизни, уже готовы. Мы не растеряемся. В апреле этим же студентам АГМА предстоит выступить на всероссийском конкурсе в Москве на базе университета имени Сеченова пройдет золотой медскил. Кстати, его награды у амурских выпускников прошлых лет уже есть. Светлана Дежо, Сергей Битков, Вести, Благовещенск.